И если вы заметили, то во время просмотра шестой части Джоджо можно наткнуться на персонажей, которые напоминают нам злодеев из других частей. Да, это было невозможно не заметить еще с манги, если вы ее читали. Там это тоже заметно, но не суть. В этом ролике я затронул именно этих персонажей, а также в чем именно они похожи. Начнем с самого первого злодея, Джон Гали Эй. Если заглянуть в мангу, то он просто точная копия дьявола. Вот реально, он выглядит как дьявол, а только слепой. Люди еще жаловались на розовую анасу, мол дизайном похож, а вот как вам такое? Разумеется, в аниме расцветку его волос изменили, поэтому такое сходство мало кому стало заметно. Еще у данного персонажа очень много сходств с Эндулом. Во-первых, оба слепые. Во-вторых, невзирая на этот недостаток, по-прежнему могут ориентироваться на свои цели. Эндул делает это улавливая шаги на земле, Джон Гали Эй улавливает колебания в воздухе. Причем оба с точностью определяют человека, его рост, вес, ну и личность, если она им уже известна, заранее. Ну и добавить к этому, что оба убивают муку по приколу. Эндул сбивает ее камушком, а снайпер четко роняет на нее патрон. Следующий персонаж, это Мирошон. Вот это сходство с Дарби, ну вообще трудно не заметить. Господа, делаем ставки, хватай бесплатно. Бесплатно? У меня есть деньги, я заплачу. Ну и чего стоит эта фраза «ГЫДДО», которая также отсылает к Дарби, как его поза, которую Мирошон копирует. ГЫДДО. ГЫДДО. Ну и конечно, очень похожий метод действия Станда. Если противник проиграл, Дарби забирает его душу. В случае Мирошон взымаются деньги. А если нечем заплатить, то бесплатно хватаются уже внутренние органы жертвы. Причем на выбор. Мерлин Мэнсон, конечно, не вытаскивает из Человека дух, но умирать от потери крови и отсутствия важных внутренних органов куда хуже и страшнее. Ну а помимо этого, метод действия Станда схож еще и с Кеном Айянаги из четвертой части. Оба злодея навязчиво предлагали сыграть. Ну а после проигрыша, как и ранее было сказано, Мерлин Мэнсон собирает органы, а Стан Кена духовную силу. А еще я заметил, что очень похож метод действия Станда Гугл Доллс. И схож он именно с Литл Фит Фармаджо. То есть оба Станда могут уменьшать противника. Да и по моему мнению, Гвес, когда хвалит очередного питомца, очень сильно походит на Чоколаду, который гладит Секу в этот момент. Ну а еще не знаю, как у вас, но еще при прочтении манги у меня сложилось впечатление, что Ланг Ранглер очень похож на Секу. Тоже имеет странный костюм, не менее странно передвигаются, и у персонажей любят плеваться. Что ж, ну а на этом все. Это были все персонажи аниме, отсылающие нас к предыдущим частям. Если в следующих сериях появятся еще такие персонажи, то я обязательно их упомяну. Ну а пока на этом все. Всем спасибо за просмотр, с вами был Дозелф, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok